Добрый вечер, уважаемые зрители! В эфире проекция «Юз онлайн» в студии Виктория Шабанова. Сегодня автор и ведущая программы «Хранители памяти», кандидат исторических наук Елена Чач, приглашает нас в Третьяковскую галерею. И, конечно, такого приглашения невозможно не принять. Елена, здравствуйте! Здравствуйте, коллеги! Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире «Союз Москва». Мы находимся в Государственной Третьяковской галерее, в зале, где сейчас действует временная выставка шедевры Византии. На ней представлены поистине уникальные экспонаты. И вот, чтобы познакомиться в рамках нашего эфира хотя бы с одним из них, мы попросили рассказать о нем заведующую отделом Древнерусского искусства Государственной Третьяковской галереи Наталью Николаевну Шередегу. Здравствуйте, Наталья Николаевна! Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие телезрители телеканала «Союз». Очень приятно, что вы уделили свое время знакомству с теми необыкновенными произведениями, которые присутствуют на нашей выставке. В первую очередь, это замечательное, не только по своим художественным достоинствам, не только по своей красоте, но и по огромной своей духовной наполненности икона. Это двухсторонний образ Богоматери Адигитрия, на обороте которой находится изображение распятия. Одного из самых главных, наверное, таких сакральных образов всего христианского искусства, всего христианского мира. И обращаю ваше внимание, что икона эта в XIV веке была выполнена, вероятно, в Константинопольской мастерской. И в силу того, что она была двухсторонней, она была вносной, она выносилась на крестный ход, и в храме она находилась, повернувшись одной стороной к зрителю, а другой стороной к священнослужителям, которые творили литургию прямо в алтарной части. И вот посмотрите, во-первых, как отличаются между собой эти обе стороны, где с одной стороны Богоматерь Адигитрия, а с другой стороны, как мы говорили, распятие. С необыкновенной духовной наполненности поза Христа, изогнутая, очень, я бы сказала, почти что элегантная, если можно употреблять такие слова, расположена на кресте, к которому подлетают ангелы. А Иерусалим, Иерусалимская стена почти не видна. Она как некая тень, как некий сад с процветшими оливами, которые вызывают в памяти древ жизни, да, возникают почти у подножия Голгофа кресты, и рядом с крестом Спасителя две фигуры. Это Богоматерь, и это, конечно же, Иоанн Богослов. Но обратите внимание на их пропорции, на их поразительный классический строй, на утонченность, рафинированность линий, соединенных с необыкновенным, фантастически красивым, духовно наполненным колоритом. Это сияющий лазурит, глубокий, полный. Этот пигмент лазурит натуральный камень, растертый и изготовленный именно так, секретными какими-то приемами, чтобы создавать особый эффект сияния, золотым фоном покрывающим, так сказать, всю эту икону, и вспыхивающим отдельными фрагментами, как бы создающими эмоциональный строй, на одежда к Богоматери Иоанна Богослова. То есть весь эмоциональный строй иконы, изображающей распятие Спасителя, строится в первую очередь при помощи тех живописных пластических средств, которые были доступны мастерам палеологовского ренессанса, эпохи царствования и династии палеологов. Палеологов вышел его проявление в Константинопольском искусстве. Наталья Николаевна, вот я вижу здесь икона, немножко повреждены лики, да, как-то, как это могло произойти? Ведь не было революции в Византии, да? Знаете, в Византии, в византийской культуре революции не было, но в византийской культуре было другое. В 1453 году Византия утратила свое владычество, и турки разграбили древние храмы, которые до этого частично, как вы помните, грабились крестоносцами. Но в первую очередь, конечно, вот турецкое наследие, уничтожение чего? Ликов, ликов Спасителя и ликов Богоматери. Обратите внимание, что это не единственная икона, и, кстати, в нашем Отечестве. Мы знаем, иконы пережили такую же сложную судьбу. В первую очередь это уничтожение ликов святых, их глаз, да, которые глядят. Но это в данном случае как бы не мешает, оно не снимает полноты такого как бы духовного содержания Спасибо, Наталья Николаевна. Спасибо. Я напоминаю, что мы находимся в Государственной Третьяковской галерее на выставке «Шедевры Византии». Приглашаю познакомиться с ней, гостей столицы и москвичей. До 9 апреля выставка будет действовать точно. Возможно, будет еще какое-то продление. Но также тем, кто не может побывать в Москве в эти дни, мы предлагаем посмотреть нашу программу «Хранители памяти», которая будет посвящена этой выставке. Всего вам доброго!